Сейчас я зайду в магазин, куплю себе йогурт поесть. Вот мои наскальные рисунки примитивные, как сказал один хороший человек. Наскальными рисунками назвал 10 лет назад, до сих пор помню, чтобы унизить меня при своих девушках. Это нормально. Я просто недолюбливаю. Какая уже разница. Здесь я помню, как-то мелод нашел синий. Стал рисовать на стенах. Ну, и писать. Депрессор. На меня наехали там. Депрессор просто небольшой. Вот примерно сюда я собираюсь приблизиться, когда буду. Вот здесь вроде твердый, твердый асфальт. Сюда можно упасть. А еще лучше, наверное, сюда упасть тверже головой. Ну, я не призываю. Это я про себя говорю. Свои мысли. Про себя я собираюсь прыгнуть с высоты. Я никого не призываю. Это плохо. Нужно жить. Радоваться жизни. Жениться с Наташами. С этим, со всеми россиянками. Жениться, жить в России. С ментами нужно там. Стараться обходить, ну, стараться избегать. Ой. То есть, нужно там взятки давать. Все такое. В больницах. Короче, можно вот здесь еще. Тут много мест, где упасть. Только я жаль, что здесь недостаточная высота. Да. Я думаю, мне нужно... Я не уверен, что с этой высоты я умру. Но все-таки, может быть, я умру, если... Если... Смотря как... Куда-как я приземлюсь. Просто я... Не опытен в этих делах. С крыши. Спрыгну. Я никого не призываю. Это плохо. Нельзя. Это я. Свой собственный влог иду. Я никого не призываю. Это плохо. Нельзя. Нужно жить. Я иду сейчас в магазин. Потому что я хочу жить. Жизнь — это хорошо. Жизнь — это хорошо. А можно еще вон с того здания спрыгнуть. Но там... Там же... По-моему, повыше здание. Оно повыше. Там, видишь, они идут своим путем. И они молятся этим. Чёрному квадрату Малевичу. Ну, я рассказываю Чёрному квадрату Малевичу. Видишь, она идет, смотрит в Чёрный квадрат Малевича. Просто так. Картинки смотрит, как бы... Вместо Бога. А можно оттуда... Нет. Вот... Вот он, дом. Вот я хотел изначально с того дома спрыгнуть. Блин, зачем я пальцем показываю? Меня сейчас могут избить. За это. Как-то пальцем показываешь. Короче, вот тот дом... Я хотел с него... Вон, с той крыши. Потому что там высота большая. Самая большая высота, которую я здесь видел. Просто мне этот дом не нравится. Он какой-то... Он мне не нравится, потому что он панельный. Не родной. А есть еще более высокий дом, по-моему, 12-этажка даже есть. Короче, большой выбор тут, в принципе, только не везде открыто. Не везде крыша открыта, не везде подъезд открыт. Ну, в подъезд можно зайти там. Пофиг даже если говорят, что я зашел. Можно забежать вверх быстро. Он побежит, но он не сможет дальше бежать. И резко проверит там открытый люк. Ну, я не призываю никого. Это я своей мыслью, слух просто говорю. Вот видишь, короче... Им приходится гулять с собачками. Видишь? В какое время сейчас? Парень, казалось бы, он гуляет с собачкой. Вон, Наташа, идет. Мощная. Приходит в магазин, необходимо надеть маску. Что, чем я сейчас... Выгонят, что ли? Что маски нет, вон, Наташа. Качок Наташа идет без маски. У меня крест. Скажи, у меня крест. Они меня оскорбят, скажут. У, ты верующий. Это Россия. Это не юрид. Мадный. Мне не поможет ничего из этого. Это все фуфломицины капиталистические. У нее фуфломицин. Я не хочу вообще ничего. Это все фуфлом. Это все фуфлом. Это все фуфлом. Эти люди просто живут. Как они справляются со своей депрессией. Они просто не говорят об этом. Вот здесь холодно. Йогурт, который я хотел купить, это не вот этот. Слобода, вот, за 54 рубля, вот, за 41 рубль. Чем отличается? 6 процентов. 170. 2,7 процентов. 6 процентов. Здесь сколько? Непонятно. Не написано даже сколько. Слобода. Здесь не написано сколько процентов. А вот. Жиры 6 процентов. А вот это стоит 41 рубль. Я, короче, попробую два вида. Добавлю туда орешков. Ну, со своего дома. Ну, купил. Слобода. Сюда орешков. Сюда тоже может. Ну, посмотрим. Наверное, сюда не очень будет. Ну, как всегда, очередь гигантская. Ну, коронавирус же, а гигантская очередь должна быть. Одна касса работает при коронавирусе. Свет нормально. Может, он не пропускает тех, кто из нас. Мам, это человек-паук. А. А, самолет. Как я здесь, человек-паук-самолет. Почему он человек-паук? Видят, он его все равно и празднует. А, я понял. Марианна Кутемова пишет. Почитай. Прочитай. Возможно, это тебя немного подбодрит. Шесть непрочитных сообщений. Интересно, может, на мне статью, где меня унижают, я клевещу скину, там, меня подбодрит. Анастасия Каратаева. По-моему, флоксетин можно купить. И, наверное, она имеет в виду без рецепта. Ага. Только с рецептом. Без рецепта нигде его не купишь. Все по рецепту. Вот уже заказать трудно. Его ждать долго. Чтобы сюда заказали этот город. Том overall, в некоторых эти дни. Да, очень актуально. Продолжение следует... 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 Ленин Александр, я художник, вот это не стирается уже в 2013 году, сами вы думаете, вандализм, да, я чертов вандал, никому не нужен, и правильно, что я взрослый, я же вандал, я хотел сделать порцию света, чтобы сюда экономика поднялась, чтобы сюда культура поднялась, чтобы сюда туристы съезжались, или в какой-нибудь другой город, отморозков, от отморозков избавить мир, знаю как. Видео есть, называется Распорт, что-то везде, где можете, но вы, там на видео ноль просмотров, ноль просмотров на видео, не то, что на желейном медведе какого-нибудь, и Хованского, и Лавина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok